Национальный костюм в центре внимания международного форума по традиционной культуре. Самые ранние документальные сведения о белорусской народной одежде относятся к 16 веку. Национальный костюм это красиво и самобытно, однако технологии и моды меняют вкусы и стиль. Но если лапти уже превратились в простой сувенир, то вышитые рубашки трансформировались в майки с принтами и пользуются успехом в 21 веке. Что еще перешло из истории в современность? И чем важен для нас сегодняшних национальный костюм, расскажет Кристина Каранкевич. То, что сохранились мы очень бережем, превращается уже как в национальную одежду и вот это сливание с новым и старым в руках хорошего дизайнера получается очень зрелищным. Вышиванки, тюбетейки и чохи. Здесь в пору вести мультикультурный диалог. 11 стран. Фольклористы с гордостью демонстрируют свои национальные костюмы, а ученые обсуждают, как не утратить связь с корнями в современном мире. Лучший способ сохранить культуру, считает господин Юй из Китайской Национальной Академии Живописи, это постоянно совершенствоваться и вносить что-то новое. В Китае 56 национальностей и у каждой свой особый костюм. Они до сих пор их носят, что для искусствоведов является источником вдохновения. Увидев, что здесь так много национальных костюмов, господин Юй обрадовался, много снимал, считает, что мы молодцы, что сохраняем их. Хорошие отношения между народами начинаются с культуры, поэтому открыть международный форум Могилёве решили мастер-классами и презентацией изделий ремесленников Могилёвского региона. Лапти, конечно, уже не в ходу, а вот глиняные горшки и соломенные пауки сегодня могут быть интересны, например, как элемент декора. Я иногда провожу конкурс такой, например, на знание предмета. То есть, вот как называется. Когда люди говорят, как называется, я просто дарю. И такое бывает. Но в центре, конечно, белорусский национальный костюм. Для гостей устроили дефиле в уникальных костюмах, воссозданных по традициям каждого региона Беларуси. Каждая деталь, каждый цвет в костюме несет особый смысл. И те, кто когда-то уехал из Беларуси, не утратили связь с Родиной. Когда на любой праздник государственный мы выступаем в белорусских костюмах, поэтому это вот, когда его одеваешь, вот это вот сразу сопричастность с Родиной, с Беларуси. Поэтому с гордостью его всегда носишь. Традиционная вышивка в наши дни нашла вторую жизнь. Девочки из Быховской детской школы художественных ремесел и искусств доказали – это может быть стильно. Они сами сшили себе наряды в национальном стиле и хоть теперь на подиум. Более современно. Тут отдельно юбка, отдельно рубашка, отдельно пояс. Все же любят, чтобы девочки именно были такие фигуристые, чтобы талия все подтягивала. Красиво. Вот. И также узоры. Мы старались их так размещать, чтобы было и не перебор, все было по тону. Мы убедились, вышивка не просто элемент национального костюма, а вполне может претендовать на высокую моду. И Беларусь адаптирует вышиванку в модную индустрию, чего стоит, например, такой вот чудный пояс для молодежных джинс, ну или вот такие вот аксессуары. Какая модница от них откажется? Стиль предков снова в тренде, а вариации в современной одежде масса. Пару лет назад на высокой неделе моды мировые дизайнеры сделали белорусскую вышиванку трендом. Сегодня белорусский орнамент украшает парадную форму наших олимпийцев, а по ее мотивам создана коллекция масс-маркет. С таким заделом у национального костюма определенно есть будущее. Субтитры создавал DimaTorzok